Как стать лидером? И вообще нужны ли лидеры? Ну, второй вопрос, он реторический. Лидеры нужны везде. В семье, в семье, в семье друзей, в творческом коллективе, в рабочем коллективе, в любом сообществе нужны лидеры. Вот я уже с 92-го года работаю на постсоветском пространстве, и я знаю, что за последние эти вот 15-16 лет одна и та же проблема, с которой сталкиваюсь я, с которой сталкиваются все мои коллеги, которые руководят тем или иным коллективом. Отсутствие личностей и отсутствие лидеров. Что называется вот в таком обыденном коммунистическом языке отсутствие кадров. Но когда люди говорят отсутствие кадров, они имеют в виду отсутствие лидеров, то есть людей, которые являются лидерами в этом принятии решения. Люди, которые умеют принимать решения, люди, которые можно делегировать. Люди, которые умеют обсуждать и видеть конечную цель, вот именно двигаясь к тому решению, которое будет самым эффективным в той или иной. Конечно же, для того, чтобы принять эффективные решения, чтобы принимать решения правильные, быстро, а для этого нужен огромный опыт. Но опыт не достаточно. Нужна некая теоретическая база. Надо читать и суть. Стивен Коуэй – это один из этих людей, который умеет помогать и направлять именно в сторону принятия правильных решений. Я не могу просто вот... Насколько важно иметь вокруг себя людей, умеющих принимать решения. Вот эти люди бесценны. Всю жизнь хочется делегировать, всю жизнь хочется видеть вокруг себя более молодых, может, даже более энергичных людей, которые... Вот закрываешь глаза, они принимают решения, их открываешь, и это решение правильно. Вот это мечта любого руководителя. Просто огромный дефицит таких людей. И не потому, что... Ну, не потому, что, как бы, таких людей нет. Да, они есть, просто они не раскрыты. Или они не умеют самораскрываться. Конечно, 70 лет советской эпохи, когда лидерство убивалось всячески и везде, конечно, это не способствовало даже генетическому, если хотите, возникновению лидеров. Лидерство не приветствовалось. И вот уже сколько лет, когда это не только приветствуется, это является огромным дефицитом. Лидерство — это не обязательно Барак Обама. Лидерство — это даже... Это не обязательно Николай Саркозей. Лидерство — это не обязательно Юлия Тимошенко. Лидерство — это некое качество в любой области жизни. Вот в любой, где можно повести то или иное количество людей за собой. Это может быть ребенок, дочери, сын. Это может быть супруга, это может быть подруга, это может быть семья, отец, мать. Это может быть небольшой коллектив, это может быть газетный киоск, это не имеет значения, это может быть армия, это может быть политическая партия, это может быть завод, это может быть телеканал, это может быть одна программа. не имеет никакого значения. Человек, который умеет принимать решения, такие решения, вокруг которых образуется консенсус, и когда все люди вокруг него верят, что это решение правильное, и это решение выполняет, это есть лидер. Что касается Стивена Коуэй, то он, конечно, такой человек, ну, как бы сказать, это уже человек, то, что называется постмодернистского мира. Когда мы говорим постмодернистский, каждый подразумевает совершенно разное, но постмодернистский – это мир, который живет в основном в области, ну, то, что называется услуг, это уже постмодернистский мир. Это мир развитых стран. Это Соединенные Штаты, Америка, Япония – это мир, который уже живет совершенно не только за счет того, что производит руками. Это уже мир, который живет за счет того, как умеет коммуницировать, как умеет организовывать, как бы, ну, можно так сказать, состояние людей. В том смысле, что, ну, если приводить примеры, то, конечно, туризм есть в классической области сферы услуг. Вот страна, которая умеет организовывать туризм, которая умеет к себе привлекать, которая на ключевые посты выдвигает людей, опять-таки, умеющих принимать решения в этой области, вот это как раз есть та страна постмодернистского мира. Украина должна такой страной стать к 2012 году, к Евро-2012. Она должна стать отчасти страной постмодернистского мира и обслуживать огромное количество, я надеюсь, людей, которые приедут извне. Так вот, Стивен Коуэй, он, конечно, продукт постмодернистского мира, постиндустриального, мир, в котором есть две действительности, виртуальная и реальная. И в реальной действительности и виртуальной действительности лидеры, они могут как быть, как саморождаться, так они могут и создаваться.